здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел вас познакомить с очередной простой схемой в которой при помощи двух кнопок без фиксации от плюс и минус можно менять величину напряжение относительно минуса общего провода вот в этой точке от 0 и практически до напряжения питания в зависимости какое сопротивление будет вот здесь ну и в данном варианте эту схему можно использовать для управления допустим громкостью с помощью неперемерного резистора как обычно крутилка а вот двумя кнопками нажимаем на плюс громкость увеличивается нажимаем на минус плавно громкость уменьшается сама схема это позволяет менять вот это сопротивление это равносильно что вот здесь просто стоит обычный переменный резистор с тремя выводами но имеется вход на который мы подаем сигнал допустим из предусилителя ну а здесь уже выход сигнала который идет уже на усилитель звуковой частоты то есть усилитель мощности и когда у нас в этой точке относительно минуса сопротивления будет меняться когда мы будем нажимать на эти кнопки то и естественно звук будет либо больше либо меньше на выходе но для новичков кто не понимает как она работает давайте в нескольких словах поясню принцип действия этой схемы и так схема собрана на полевом транзисторе отечественный транзистор типа closer 1400 этот родитель у нас с индуцируемым каналом пойти по исначальном состоянии когда на него напряжение не подается то есть между затвором и стоком не приложено напряжение какое-то свое то силовый канал исток сток закрыт то есть имеет бесконечно большое сопротивление но как только здесь напряжение появляется именно для этого транзистора пороговое напряжение равно 5 вольт то есть до 5 вольт мы их находиться еще в закрытом состоянии Ну а свыше 5 вольт он постепенно начнет открываться, уменьшать свое внутреннее сопротивление между истоком и стоком. Ну и параллельно с затвору и стоку через вот этот резистор подключен конденсатор. Такой небольшой емкостью. Здесь на схеме указан 0,5 мкФ. Ну и методом подбора можно сюда ставить от 0,1 мкФ до 1 мкФ. И тем самым настраивать нужный режим этой схемы. Итак, у нас сюда подается плюс, сюда минус. Питание от 9 до 12 вольт, но можно и до 15 вольт. И у нас это напряжение изначально делится между этими сопротивлениями, между R4 и R5. И в начале момента у нас транзистор закрытый. А поскольку переход исток-сток стоит параллельно R5, R5 у нас будет иметь свое максимальное значение, то есть 47 кОм. Ну конечно, когда ползунок выкручен на минимум. А для того, чтобы транзистор начал открываться, на его истоке должен быть плюс, а на затвор должен подаваться минус. И величина разности потенциалов должна быть более 5 вольт. Ну и следовательно, когда мы нажмем на этот переключатель, который обозначен как уменьшение громкости, то плюс подастся у нас на исток. Ну а минус, который на затвор должен поступить, он пройдет у нас через этот резистор, через выключатель, через вот этот резистор, ну и на затвор. Ну а поскольку здесь конденсатор параллельно еще включен, пока эта кнопка будет нажата, конденсатор будет постепенно заряжаться до какого-то своего значения. Ну и чем больше заряд у него будет, тем больше напряжения будет между затвором и истоком, ну и тем больше транзистор будет у нас открытый. А при открытии транзистора у нас будет уменьшаться сопротивление между вот этой точкой и минусом. Ну и получается, что у нас будет перераспределение напряжения между вот этим и вот этим резистором, поскольку это как бы является делителем напряжения. Как мы знаем, что полевые транзисторы на их управляющих переходах ток практически не течет. Если он есть, то там он очень-очень маленький. И вот это напряжение, до которого успел зарядиться наш конденсатор, и которое также падается на затвор и сток полевого транзистора, оно определяет степень открытости транзистора. И вот этот заряд конденсатора, поскольку нет пути для его разряда, он будет и держать наше стабильное состояние какого-то своего уровня открытости этого транзистора. Ну и будет какой-то свой определенный уровень громкости на выходе. И если у нас на выходе изначально была максимальная громкость, то после нажатия вот этой кнопки и после открытия транзистора громкость у нас уменьшилась. Но чтобы увеличить громкость, тем самым призакрыв этот транзистор, естественно нужно нажать на эту кнопку. Конденсатор начнет разряжаться уже по этому пути, через этот и этот резистор, также плавно. Ну и пока мы жмем эту кнопку, идет разряд конденсатора, напряжение на нем уменьшается, это же напряжение уменьшается и на затвор и стоки. Ну и транзистор начинает призакрываться, тем самым громкость начнет увеличиваться. Поскольку у нас здесь и здесь стоят одинаковые резисторы, скорость нарастания и скорость уменьшения громкости будет одинакова при одном и том же времени нажатия кнопки. Но чтобы допустим мы хотели громкость увеличилась быстрее, а уменьшалась медленнее, то естественно вот эти резисторы нужно один больше, второй меньше сделать. Ну и уже подобрать под свою скорость изменения. Этот же резистор у нас общий и для плюса кнопки и для минуса кнопки. Естественно, когда мы будем его делать или больше, или меньше, то мы сразу же будем менять скорость изменения открытости этого транзистора и для плюса, и для минуса. То есть, допустим, мы этот резистор, если увеличим, то и процесс заряда конденсатора будет проходить уже больше, ну и процесс разряда также будет дольше. То есть, эту скорость задаем вот этим резисторам. На схеме он указан 10 мегаом. Эти резисторы у нас по 10 килоом. Конденсатор сюда желательно ставить пленочный, который имеет минимальный уровень саморазряда, поскольку именно от стабильности напряжения на нем зависит, будет ли у нас сам по себе звук плавать на выходе, изменять в какую-то сторону, или не будет. Этот у нас резистор 22 килоома, этот у нас подстроечник 47 килоом, эти конденсаторы по 0,33 мкФ, резистор также на 10 килоом этот, который стоит между входом и выходом звукового сигнала. Эту схемку можно поставить, допустим, какой-нибудь там радиоприемник монофонический, заменив переменный резистор на эту схемку, ну и тем самым двумя кнопками управлять его громкостью. Либо же эту схемку можно использовать, допустим, в любых схемах, где нужно менять уровень напряжения от 0 до какого-то своего значения. Не крутилкой резистора переменного, а вот двумя кнопками, плюсом и минусом. Ну, это что касалось работы и применения этой схемы. Схема достаточно старая, она вроде была опубликована в каком-то из радиожурналов, там, 80-х или 90-х годов. Уже проверенная, в принципе, работоспособная, так что вот у кого есть нужда вот в подобной регуляции величины сопротивления, таким образом, собирайте и пробуйте эту схему сами. К основным характеристикам данного транзистора относятся то, что вот максимальное напряжение между затвором и стоком, и также между истоком и стоком, это вот до 30 вольт. Максимальная рассеиваемая мощность до 200 милливатт, напряжение отсечки затвор и сток 5 вольт. Ну, еще стоит учесть, что эти транзисторы боятся статики, так что вот, когда будете паять, желательно пользоваться антистатическим браслетом, ну, или как-нибудь заземляться, чтобы случайный транзистор не пробился и не вышел из строя. Ну, а на этом, пожалуй, все. Кому было полезное и интересное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну, и ждем новых видео. Всем всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok